Трансплантология самая сложная и дорогостоящая сфера медицины и не только с точки зрения финансов. 2017 год вошел в историю современного Узбекистана. На самом высоком уровне была одобрена инициатива по пересадке органов. В данное время это направление регулируется постановлением Кабинета министров об утверждении временного положения о порядке близкородственной трансплантации почки или доли печени. Со времени его принятия успешно проведено более 30 операций по пересадке почки. Но впервые в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии имени академика Вахидова жизненно важный орган пересадили рецепиенту с диагнозом сахарный диабет. А это значит, что риски были повышены в разы и перед узбекскими специалистами стояла сверхсложная задача. За ее решением в партнерстве с коллегами из России следила Наталья Готова. Проведение операций по трансплантации органов, которые впервые в истории отечественной медицины стали проводиться в нашей стране 2017 года по инициативе главы государства, стали настоящим прорывом, решением судьбы для многих больных, которым необходимы донорские органы. Для этого создана в стране правовая база. Вышло положение, дающее право на трансплантацию органов от близкого родственника. Еще одна операция была выполнена больному из Каракалпакстана, 55-летнему Багбергену Кашкарову, страдающему хронической почечной недостаточностью. Ее сложность и уникальность в том, что рецепиент, донором которого стал родной брат, 46-летний Шенберген Кашкаров, страдал сахарным диабетом. И операция была сложной, составляла угрозу для жизни и была первой для наших врачей. Только за последний месяц сделано около 10 трансплантаций. Проводится операция по пересадке почки у пациента с диабетом исходно. Сама диабетическая нефропатия очень сложная проблема на сегодняшний день. Это все больные фактически в терминальной фазе находятся в том состоянии, когда уже любой способ органов замещения, это либо гемодиализ, либо перитениальный диализ, либо какой-то замещительной терапии, они уже не дают эффекта. Единственный способ это трансплантация органа. Высокотехнологичная операция проходила в течение шести часов в сотрудничестве с российскими коллегами. Благодаря общей слаженной виртуозной работе настоящих профессионалов, спасающих жизнь человека, которым был подарен фантастический шанс. Я вообще всегда избегаю превосходных степеней, но сегодня я хочу сказать оценку блестяще. Заметьте, я оцениваю не результаты операции, время покажет, а вот сотрудничество, взаимопонимание, контакт на очень высоком уровне. В шансе на качественную жизнь есть нуждающийся. И благодаря возможности медицины, обучению, профессиональному росту и обмену опытом, трансплантология будет развиваться и совершенствоваться.